На встречу в Москве удалось согласовать лишь вопрос разблокировки коммуникаций, что важно для Азербайджана. И Алиев всегда заявлял о намерении обеспечить кратчайшие транспортные сообщения с Нокчеваном и Турцией через Мегри. В обмен на это обещано сквозное железнодорожное сообщение между Арменией и Россией через территорию Азербайджана. Как это будет реализоваться, сказать пока сложно с учетом сохраняющейся атмосферы недоверия между Баку и Ереваном, а также наличие нерешенных для армянской стороны проблемой военнопленных. Как передает Канн-13 об этом новости Армении, заявил политолог Андрей Арышев, комментируя прошедшие в Москве трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении. По его мнению, важно, что встреча прошла в очном формате и отмечено, что она была организована по инициативе Путина. России важна стабильность в Закавказе и недопущение там рецидива военной эскалации. На встрече в Москве эта позиция могла быть донесена до лидеров противоборствующих сторон. Карабахский конфликт имеет давнюю историю, вместе с тем в регионе формируются новые реалии, которые невозможно не учитывать, в том числе и российской стороне, что предполагает сбалансированные отношения и с Арменией, и с Азербайджаном. Москва будет делать все от себя зависящее, чтобы хоть какие-то экономические взаимосвязи между странами поддерживались с целью возможного продвижения уже и политической повестки, подчеркнул Аришев. По словам политолога, внутриполитическая ситуация в Армении сложная и потребуется время, чтобы осмыслить новые реалии, к которым на массовом уровне никто не был готов. Эти изменения еще предстоит осмыслить, в том числе в контексте выгоды и сдержек в случае открытия железнодорожного сообщения не только через Мегри, но и из Армении через Нахчевань в Иран. С учетом также того, что железнодорожное полотно на многих участках просто разобрано, то пока сложно сказать, когда все это может осуществиться. В любом случае, при современных возможностях сделать это не так сложно, а вот политические вопросы, скажем, установление полноценных дипломатических отношений, что для Еревана связано с урегулированием статуса Нагорного Карабаха, более серьезный вопрос с учетом позиции Баку. Пойдет ли Армения на дополнительные уступки в этом направлении, сказать пока сложно. Судя по всему, ведутся также и армяно-турецкие переговоры о нормализации отношений и об открытии границы. Если это произойдет, то оно внесет новые нюансы в расстановку сил на Южном Кавказе. Турции выгодно установить здесь свое доминирующее положение, а также закрыть для себя один из региональных конфликтов. Анкаре важно было продемонстрировать свою незаменимость в качестве регионального игрока. Мы видим, что она активно наращивает свое военное присутствие в Азербайджане, продолжится. Вместе с тем, Турция и Азербайджан будут стремиться к тому, чтобы повысить экономическое влияние на Армению и в этом нет ничего неожиданного, заключил Аришев. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова